В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Татьяна Бородина. Здравствуйте! В первую очередь новое асфальтобетонное покрытие получат улицы с наиболее интенсивным движением транспорта. На улице Шабалина фрезеруют дорогу от Воскресенской до Розы-Люксембург, включая кольцевую развязку на пересечении с улицей 23-й гвардейской дивизии. Технология достаточно стандартная. Это текущий ремонт, то есть срезается старое дорожное покрытие на толщину от 2 до 5 сантиметров, выкладывается в равняющий слой асфальта и выкладывается в верхний слой покрытия 5 сантиметров. Последний раз ремонт дороги на улице Шабалина проводился пять лет назад. За это время дорожное полотно сильно износилось, а гарантийный срок истёк. У Шабалина большой поток машины идёт, как бы сокращает путь, и если вот сделают, хорошо. Больше таких инициатив. Делайте чаще дороги. На следующей неделе начнётся ремонт на участке набережной Северной Двины от улицы Поморской до Розы-Люксембург. В конце августа после прокладки сетей к строящемуся Михайло-Архангельскому кафедральному собору будет отремонтирована площадь профсоюзов. Всего на ремонт дорог в этом году муниципалитет выделил около 90 миллионов рублей. Однако этих денег недостаточно. При остановлении областной программы развития Архангельска как административного центра серьёзно скорректировало объём дорожных работ в сторону их уменьшения. 680 миллионов мы лишились, поэтому пришлось срочно корректировать программу и выбрать самые острые проблемы, которые есть на дорогах. У нас с дорожного фонда 76 миллионов рублей. Мы все 76 миллионов денег используем, всё до копейки, для того, чтобы закрыть самые острые моменты. Мэр Виктор Павленко уже направил областному руководству официальное предложение по продолжению финансирования программы развития Архангельска как областного центра. Проекты реконструкции дорог готовы на сумму почти 2 миллиарда рублей. Инга Швецова, Алексей Шаршов, Панорама Севера. За последнее время Архангельск принял более 500 граждан, прибывших с территории Украины. 22 человека получили свидетельство на предоставление временного жилья. Этот документ даёт право официально устроиться на работу. И сегодня в Архангельске для украинцев прошла ярмарка вакансий. Подробности у Екатерины Грициенко. Водители, строители, повара сегодня в центре занятости Архангельска гражданам, прибывшим из Украины, свои вакансии предложили более 30 организаций по море. Специалисты уверяют, работы хватит на всех. Сейчас в базе центра около 7 тысяч вакантных рабочих мест. Люди, прибывшие из Украины, большей частью обладатели рабочих профессий. Среди них немало шахтеров. Но и им обещают оказать помощь. Вот сейчас ведутся переговоры с Коми Республикой по нескольким гражданам, которые уже, возможно, скоро переедут в город Инту на шахту. Сегодня мы как раз проинформировали работодателей о тех документах, о тех возможностях, с которыми они столкнутся при приёме на работу. У нас были представители федеральной миграционной службы и федеральной налоговой инспекции. Представили свои вакансии и работодатели из сельской местности. Именно в районах области легче всего найти работу с предоставлением служебного жилья. Прежде всего у нас требуются врачи, учителя. Я думаю, как и в любом другом районе, администрации муниципальных образований готовы предоставить жильё, создать условия для их работы. Ну и также у нас требуются специалисты на предприятия агропромышленного комплекса, лесного хозяйства. Также есть возможность предоставить жильё. Надежда Гайдамах приехала из Донецкой области. История уже ставшая обычной. Собирались за два часа, бежали буквально под пулями. В Архангельске Надежда уже получила необходимые для работы документы. Вся процедура заняла около двух недель. Написали анкетку на повара-кондитера. Будем ждать ответа. Предлагают в область уехать. Там предоставляют жильё. Наверное, уедем в область. Ежедневно сотрудники центра занятости выезжают в пункты временного пребывания граждан из Украины. Специалисты помогают выбрать работу из существующей базы, а также правильно составить резюме. Сегодняшнюю ярмарку вакансий посетили более двух соискателей, прибывших в Архангельск. Екатерина Грицаренко, Сергей Минин, Подорова Севера. В Котласе борются с незаконно установленными продовольственными ларьками. Таких мест в городе более 120. Для борьбы с бизнесменами-нарушителями, которые устанавливают на своё усмотрение палатки, в администрации города создана межведомственная комиссия. Как решает вопрос с проблемными торговыми точками, в репортаже наших коллег из Котласа. Этот торговый пятачок на Ленина возле техноцентра пестрит палатками и нарушениями. Летом здесь торгуют панамками, очками, зимой шапками и круглогодично диванами, расставленными прямо на асфальте. Шапками торгуют. Магина – владелица одной из точек. С руководством техноцентра, которому принадлежит земельный участок, женщина, как и её коллеги, работают по договорённости за символическую плату. Все торгуют здесь по многу лет. И, по словам людей, лишь недавно они узнали, что нарушают закон. Выяснилось, у них нет договоров на уборку территории. Из-за нагромождения палаток здесь не соблюдаются пожарные разрывы. И самое главное, согласно городской схеме, в которой обозначены все официально разрешённые места для нестационарной торговли, на законных основаниях здесь установлены лишь две палатки из десятка. Правда, в одночасье, с обжитой годами территории, этих торговцев гнать не стали. Дали время на сборы. Всё, уже убираем палатки. Или вот этот рыбный магазин на улице Невского. Место, на котором он стоит, предпринимателем получено на законных основаниях. Но разрешение выдано на установку сборно-разборной палатки, а не каркасного сооружения. Возможно, этот павильон выглядит эстетичнее, чем тряпичная конструкция. В нём удобнее продавцам и покупателям. Но установка любого сооружения на городских улицах должна быть согласована с отделом архитектуры. И выполнена в едином стиле, ведь принцип «в то, во что гораст» портит облик города, превращает его в большой стихийный рынок. Если человек захотел торговать на улице, то есть поставить палатку или киоск, он должен обратиться сначала к сотрудникам нашего управления, либо можно предварительно проконсультироваться по телефону 3100, либо 51823, и после консультации уже, соответственно, принимать решение. Потому что мы, естественно, в первую же очередь ему сразу скажем, можно здесь в этом месте торговать, либо нельзя. Прикрыта и овощная палатка возле «Магнита» на проспекте Мира. Махал Ахунда, в котором она принадлежала, честно признаётся. Организацию ещё одной торговой точки ни с кем не согласовал. Правда, как только ему сделали замечание, мигом свернул лоток. Просто сам поставил месяц, стоял и всё. Ну, хотя народ просит обратно, если честно говоря. Нарушать закон этот предприниматель больше не намерен, потому перед тем, как установить очередную торговую точку на улице Маяковского, он обратился в администрацию. Получил разрешение на торговлю в этом месте, а согласовал внешний вид павильона. Кстати, за незаконное размещение торговых объектов в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены штрафы. До 50 тысяч рублей. Сегодня на заседании регионального правительства обсуждали строительство перинодального центра в Архангельске, рассчитанного на 130 пациентов. Губернатор Игорь Орлов уделил особое внимание выбору подрядчика. В апреле этого года было подписано соглашение о строительстве и проектировании данного объекта между правительством Архангельской области и госкорпорацией Ростех. Кладываться в проект будут территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Он внесет более 2 миллиардов рублей. И областной бюджет. В нем на строительство перинатального центра на 2014-2016 годы заложено 597 миллионов рублей. Сегодня на объекте ведутся подготовительные работы. Однако субподрядные организации, которые зайдут на стройплощадку, пока не определены. В ближайшее время госкорпорации Ростех предстоит заключить соответствующие контракты. Губернатор заявил, что областной Минпромстрой не должен оставаться в стороне. Не надо стесняться тех, кто работает и нас не подводит, поддерживать. Жуликов не пускайте. А всех остальных нужно в любой момент плечо подставить со стороны правительства. А только конкурс, так жулик появится. И мы там с ним мучаемся. А когда есть возможность помочь, мы там голову в песок прячем. Глава региона призвал также быстрее определить подрядчика и приступить к строительству перинатального центра. Делегация Архангельской области в рамках обмена опытом побывала в столице республики Мордовия в городе Саранск. В течение трех дней обсуждали тему предстоящей реформы местного самоуправления. Что подчеркнули для себя архангельские политики, рассказывает Елена Матвеева. Как пояснил заместитель губернатора по региональной политике Сергей Ковалев, Саранск был выбран для обмена опытом не случайно. Управление этим городом уже около 10 лет базируется на принципах сити-менеджмента. Глава администрации, к слову, как и в других муниципалитетах республики, не избирается, а назначается специальной комиссией. Саранск, по мнению участников делегации, яркий пример работы единой команды. Мы для себя тоже взяли очень много таких моментов для правительства, которые необходимо тоже использовать в своей работе. Мы, естественно, это будем использовать. Но мои коллеги задавали вопросы обо всем. Я об Адаканале, каким образом работает система ЖКХ. И, ну, как бы так вот для понимания, за 8 лет, за 8 лет Мордовской области построено 104 спортивных объекта. Сегодня Мордовия участвует во всех федеральных программах. Успешно ведет кампании по расселению аварийного жилья и строительству жилья для молодых семей. Командная работа. Так делегаты расшифровали формулу успеха республиканской власти. Система управляемая от президента до главы администрации поселения. И вот эта система, она создала действительно для развития территорий вот все-таки большой плюс. Я не говорю, что в Архангельской области так должно быть, потому что менталитет другой людей, климатические условия другие, да. И мы должны очень тонко подойти к решению вопроса управляемости у себя. Какая модель местного самоуправления будет выбрана в Поморье? Проект соответствующего закона будет вынесен на рассмотрение правительства региона 19 августа. Елена Матвеева, Ольга Красулина, Панорама Севера. А далее вас ждет новостной дайджест. Как отметили в областном управлении МЧС, из-за установившейся в Приморе жаркой погоды, гибель на воде в регионе фиксируется почти ежедневным. Будьте осторожны. В Архангельской области начал работать интернет-магазин для родственников обвиняемых, подозреваемых и осужденных. Родным или друзьям человека, находящегося в местах лишения свободы, надо зайти на сайт «Всинзаказ». Там необходимо выбрать товар и отправить заявку. После чего на электронную почту заказчику придет счет, который можно оплатить через банковскую карту или терминал. Срок доставки посылки занимает три дня. В перечне интернет-магазина 180 наименований продуктов и хозяйственных товаров. В Москве стартовал чемпионат мира 2014 по гребле на байдарках и каноев. В список национальной команды попала и мастер спорта международного класса из Архангельской области Наталья Подольская. В главном турнире сезона примут участие порядка 950 спортсменов из 70 стран мира. Сборную России на чемпионате представит 36 спортсменов. Наталья выступит в двух видах программы. Сначала наша спортсменка попытается счастье на байдарке-одиночке на дистанции 500 метров, а затем выступит в составе женской эстафеты 4200 метров. Чемпионат мира в Москве завершится 10 августа. Центр Архангельской прав детства подключился к традиционной социальной акции «Скоро в школу», который проводит мэрия Архангельска. Ее цель – приобретение необходимых школьных принадлежностей, одежды и обуви для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего на сопровождении центра находится более 300 таких семей. В этом году помочь подготовиться в школу необходимо 109 детям. Принять участие в акции может любой желающий. Подробную информацию можно узнать в Центре охраны прав детства по адресу Троицкий проспект, дом 96, корпус 2. И по телефону 21-43-49 или на сайте центра. По прогнозам синоптиков, зноидные дни в Архангельской области сохранятся еще в течение трех дней. Для кого-то жара благо, для кого-то проблема. А как вы спасаетесь от жары? Этот вопрос мы задали горожанам. И вот какие ответы и советы получили. Кондиционеры, естественно. А так обычно, ну что, на реку, на выходные? Мне очень нравится погода, потому что нечасто выдается такая погода жарко. И мне нравится, я иногда ношу головные уборы, когда очень жарко. Нам выдаются нечасто такие дни, поэтому мы радуемся такой погоде. Кондиционеры, а дома у нас просто солнышко, закрываемся от солнышка. Интернет стирает границы, стены и самые большие заборы. В колонии регионального УФСИН в рамках международного онлайн-турнира между малолетними осужденными России и Швейцарии состоялся турнир по шахматам. Победителя знает Инга Швецова. Шахматный турнир объединил 15 подростков. В течение нескольких часов они искали лучшие ходы и принимали важные тактические решения. А слова «шах» и «мат» звучали с завидной регулярностью, что еще раз доказывает, соперники встретились не зря. Большая часть из них способна показать средний результат, так как многие все-таки шахматами стали заниматься только уже здесь, в Архангельской госпитальной колонии. Но, наверное, несколько человек могут показать более высокий уровень, так как занимались шахматами еще и до того, как попали в места лишения свободы. Тому пример Константин Середа. Он познакомился с игрой, когда оказался в воспитательной колонии. Здесь для ребят организован кружок по шахматам. Юношу настолько они увлекли, что он не только активно посещает занятия клуба, но и играет в свободное время. Для меня тоже самое главное поставить шахмат, пытаться раньше, заранее предвидеть этот ход, потом уже добиваться. По результатам отборочного турнира Константин Середа стал одним из победителей. А это значит, что ему удастся попробовать свои силы в международном шахматном онлайн-турнире между несовершеннолетними осужденными. Он состоится в конце октября. Инга Швецова при содействии пресс-службы УФСИН России по Архангельской области. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат и важных событий Архангельска. Спорт в прямом эфире на телеканале ПС. 8 августа в 9.45 смотрите прямую трансляцию благотворительного турнира по мини-футболу среди юношей Архангельск-Донбассу. Матч состоится на стадионе Труд и проводится с целью сбора материальной помощи детям, покинувшим территорию Украины. 9 августа в 9.50 начнется прямая трансляция праздника, посвященного Всероссийскому дню физкультурника. Тысячи поклонников спорта и здорового образа жизни соберутся на стадионе Труд. В программе празднования эстафета для воспитанников детских садов, соревнования по волейболу, шахматам, дартсу, флорболу, теннису и другим видам спорта. Кульминацией праздника станет финальный матч розыгрыша Кубка Архангельска по футболу среди мужских команд между клубами «Рома» и «Регион лес». Начало игры в 15 часов. Впервые прямая трансляция с «Полярной-2». 10 августа в 10 часов смотрите турнир по мини-футболу «Соломбальский мяч». Участников и зрителей ждет настоящий азарт спортивной борьбы. Организатор турнира – региональная ассоциация инициатив развития малого и среднего предпринимательства. Видеозаписи концертов и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 65 63 26. Весь город на вашем экране только на круглосуточном городском телеканале ПС и в сети виза репортала «Правда Севера». В Архангельске на проспекте советских космонавтов 178 продолжает работу выставка продажи шуб фабрики «Фламинго». Наша съемочная группа примерила и оценила эти роскошные меховые изделия. На меховой выставке продажи фабрики «Фламинго» как всегда модницам есть где разгуляться. Богатый ассортимент, широкий размерный ряд, на любой вкус и кошелек. Для молодых и активных модель автоледи. Двигаться в такой – одно удовольствие. Как элегантно вот такая облегченная шубка с песцовым воротником. Меховая отделка по рукаву – это не только оригинально, но и практично. Шубка из мутона-астрогана на кокетке. Легкая и невесомая. И даже зимой в ней будет так комфортно. Элегантность этой модели подчеркнут манжеты со сборкой. Модницам на заметку. В этом сезоне актуальны шубки из мутона, детали которого сшиты горизонтально. И, конечно, вне конкуренции шубы из енота. Вас непременно порадует этот роскошный мех, способный согреть в любые холода. Как и головной убор. На выставке продажи пятигорской фабрики «Фламинго» в большом ассортименте представлены модные шапочки и береты на трикотажном подкладе из меха норки, кролика и мутона. Разумное сочетание цены и качества – вот что отличает меховые изделия пятигорской фабрики. Обратите внимание, шубы скроены из цельных шкур – профессиональная выделка меха. Пожалуй, каждая женщина знает, шуба лишней не бывает. Особенно, если она такая – красивая, удобная и очень комфортная. Успевайте сделать правильный выбор. Выставка продажа шуб пятигорской фабрики «Фламинго» открыта с 5 по 10 августа с 10 до 19 часов. В выставочном зале Союза художников на советские космонавтов 178. Елена Гончарова, Алексей Жаршов, Панорама Севера. В завершении выпуска информация о курсе валют. Курс валют по данным Центробанка на 8 августа доллар США 36 рублей 25 копеек, евро 48 рублей 49 копеек. И это все новости на сегодня, о которых мы хотели рассказать. Далее не пропустите прогноз погоды и программу «Вопрос священникум». Сегодня собеседником Михаила Карелина будет настоятель храма царевича Алексея Артемий Ведерников. В студии была Татьяна Бородина. Я желаю вам побольше солнечных дней и удачи. В Вельске 8 августа ожидается облачная с прояснениями погода плюс 28-29. В Котласе переменная облачность 27-29 градусов тепла. В Мирном в пятницу малооблачно плюс 26-28. В Новодвинске переменная облачность плюс 27-29 градусов. В Архангельске 8 августа будет малооблачная погода без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 15, днем плюс 28, плюс 31. Атмосферное давление будет слабо падать. Тип погоды второй – благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова